Я знаю, как страшно начинать что-то новое. Особенно страшно начинать свой путь в онлайне, если никто из знакомых этим не занимается. Поэтому многие продолжают ходить на нелюбимую работу, терпеть начальника и вставать в 8 утра. Всем привет! С вами Ксения Сваровских, блогер, SMM-стратег и продюсер года. И сегодня у меня в гостях моя ученица, которая у меня проходила обучение кучу лет назад, прекрасная Елена. Привет, Ксюша! Рада, что мы встретились. Лена, расскажи немного о себе. Сейчас у меня 33 года. Я живу на Бали 2,5 года. Уехала из подмосковного города. В данный момент я занимаюсь недвижимостью, как агент по инвестиционной недвижимости именно на Бали. Расскажи о начале своего пути вообще. Какие у тебя были сложности? И почему ты вообще тогда решилась пойти в онлайн? У меня был свой бизнес. И бизнес этот был в оффлайне, квест-руме. Я занималась этим самостоятельно. Это оказалось супертяжело. Три года я все это делала. И в какой-то момент я решила, что пора продавать бизнес и менять какую-то свою деятельность. На эти деньги я рассчитывала. А в итоге продажа вышла на мошенника. И из миллиона, на который мы с ним договорились и подписали договор нотариально, он заплатил только 60 тысяч рублей. И вот я без бизнеса, без денег, без работы оказалась. И то, что можно работать в онлайне, тем более в инстаграме, я вообще даже не знала. Для меня инстаграм был это просто картинки с едой. И, соответственно, когда я увидела просто случайно, что есть какие-то там менеджеры, блогеры, что-то вот в этом роде, что можно работать просто на заднем плане у блогеров и как-то еще на этом получать зарплату, я думаю, блин, интересная тема, надо попробовать. Соответственно, я начала смотреть, какие есть вообще курсы, как можно зарабатывать в инстаграме. И у меня на самом деле был момент такой отчаяния. Я еще мама, в тот момент была мамой пятилетнего ребенка, и мне надо было найти такую работу, где я еще смогу ему внимание уделять и время, и детство какое-то с ребенком привезти, а не просто отдавать его и сама на работу шлепать. Было страшно начинать в онлайне, но в отчаянные времена, отчаянные средства я просто пошла в этот страх. Прошла курсы менеджера-блогеров и несколько месяцев работала как менеджер-блогеров. Мне все нравилось, но в какой-то момент я понимаю, что это супермаленький функционал, и мне хочется расти. Я уже начала понимать всю эту структуру, мне очень хотелось куда-то дальше пойти и развиваться. И именно в этот момент, когда я готова была к росту, мне попались твои видео в YouTube, как ты рассказывала про то, как можно работать с SMM, какие функции SMM выполняет и так далее. И для меня это был прям реально новый мир. Было ли тебе сложно вообще искать клиентов? Потому что у многих такой затыкс, что страшно непонятно, вот как найти первого клиента. С этим вообще никаких проблем не было, потому что в программе курса подожмевалось, что мы берем пробный аккаунт. Я просто по своим друзьям, кто занимался какой-то деятельностью, попредлагала психологу своему знакомому, женщине, которая занималась детскими лагерями, маникюрщице, ну, в общем, тем, с кем я, в общем-то, общаюсь. Я говорю, давай я попробую на твоем аккаунте, потренируюсь, попрактикую свои уроки по SMM, которые нам преподают. Я взяла три пробных аккаунта и все это демонстрировала в блоге. Тоже было одно из заданий создать свой блог, написать там, я учусь SMM, посмотрите, как я это буду делать. Так, в общем-то, и получилось какое-то такое некое реалити. Просто делилась тем, что я делаю со своими пробными клиентами. И уже где-то через месяц ко мне обратилась там девочка, которая порекомендовала меня, своей косметологшей, которая открывает новую студию косметологии в Москве, и ей нужно SMM. Я говорю, да я вообще-то что, я там только месяц учусь, я еще не прошла. Она говорит, ну, созвонись с ней. Мы созвонились, я ей все честно рассказала, что я умею, что я буду уметь, но только через месяц. И у нее сложилась картинка, что я вот то-то, то-то, то-то понимаю, тоже выработалась доверие из-за этого, потому что я хорошо смогла все это преподнести и объяснить. И у меня платный клиент первый появился где-то в середине курса. В конце курса у меня уже было три клиента, я купила его, я не помню, сколько там, четыре или шесть раз. Короче, к концу курса я уже закрыла все минусы, все траты, и уже вышла в плюс по факту. И люди видят результат, они, конечно, хотят рекомендовать. У меня стал такой большой поток входящих, условно говоря, заявок на сотрудничество со мной, что мне уже было тяжело сама это увозить, и я стала собирать команду. Сначала я нашла визуальщика, потом контентщика, потом сторисмейкера. В общем, у меня появилась такая некая команда, можно сказать, что агентство по СММ, и мы уже в команде работали, уже было много заказов, много клиентов, и мне приходилось только уже менеджерить их. То есть мне надо было только раздавать команды, строить стратегии и контролировать. Тоже стало битбоссом. Да. А расскажи, как рос твой доход? Вот вначале сколько там, например, платил клиент, потом, и вот дальше как шло? Честно, это настолько давно было, что я не помню. Я помню, что начинала с 20 тысяч рублей. Вот этот первый клиент, который во время обучения, она мне сразу скинула десятку во время созвона. И я такая сижу, я типа ничего не знаю про этот СММ, мне казалось, а мне уже платят деньги. Это вообще как? Это что-то. Но зато она запомнилась очень ярко. И этот клиент со мной был где-то года два, наверное. То есть это мой прям постоянный клиент. И, соответственно, потом все росло-росло, и потихонечку прибавляла стоимость от своих услуг. То есть там был таргет, не таргет, разный функционал. Я сделала разные пакеты. То есть были какие-то минимальные услуги, максимальные услуги. И, соответственно, от них зависел и доход. Ну вот сколько примерно денег? Потому что людям, знаешь, интересны вот прям цифры. Слушай, ну сложно вспомнить, но примерно 150 тысяч у меня получалось только с СММ. Это в каком году было? 19-20-й. Было очень давно, уже в такие далекие времена. Что вообще изменилось в твоей жизни? Что стало самое кайфово? Может, ты стала с ребенком путешествовать, больше проводить времени или что-то другое? Это дает свободу. Это дает легкие возможности легкого закрытия твоих потребностей. Это очень комфортно. И также я поехала где-то через полгода в путешествие по Крыму и совершенно спокойно там работала. Я заранее сделала все эти контент-планы, еще что-то, что надо для сотрудничества всех клиентов предупредила, но по факту мы не стопорились. И это мне очень нравится, что можно было беспрерывно делать результат, но в то же время делать то, что ты хочешь. Я вообще ничего не боялась. Я поэтому так хорошо и выстрелила, потому что я была уже в жопе. Мне некуда было проваливаться. У меня не было шансов не выстрелить. Кто-то, ой, я там не буду. Ты, ***. Типа, ну я сказали делать дело, иначе не будет результата. У меня только он нужен был. Что было дальше? Вот твой переезд на Бали. Как вообще все развивалось дальше? Ну, мне все время хочется роста и развития. Поэтому дальше я просто начала углубляться все больше и больше в SMM. Изучать личный бренд, проходить разные наставничества. Я сделала свое наставничество по SMM. То есть свои инфопродукты. У меня был небольшой курс тоже по профессии SMM, по упаковке профиля, делала интенсивы. В общем, просто углублялась в эту тему. Пошла уже больше в глубину. Во время ковида весь этот онлайн у меня очень активировался. Но я поняла, что я не хочу жить в России. То есть тогда у меня прям четкое было понимание, что лучше бы я это время просидела под пальмой, а не в квартире под Москвой. Именно тогда зародилась идея переехать на Бали. Очень долго я все узнавала, потому что сначала был Бали закрыт, потом было сложно попасть, потом его опять закрыли. То есть я его перевела на онлайн обучение, и мы вместе сюда переехали. Я продолжила работать как SMM уже здесь, на Бали. Ну и где-то через полгода решила, что закончила я эту карьеру. Мне не хотелось работать после определенных событий в феврале, и Инстаграм я решила сменить на уже оффлайн. Я продала свою квартиру в Подмосковье, и эти деньги решила инвестировать в Бали. Нашла застройщика, выбирала, смотрела, изучила уже все подробности про все юридические тонкости здесь, на Бали, про недвижимость. И строю виллу сейчас себе здесь в Убуде, в джунглях. И поскольку я начала в этом сильно очень разбираться, вникать для себя, как клиент, я тоже это транслировала в том же самом блоге, он уже там потихонечку рос-рос-рос. И ко мне стали люди обращаться с вопросами разными. А где недвижимость взять? А к какому застройщику обратиться? И так далее. Я понимаю, что я как будто бы риэлтор. А я так говорю, ребят, я вообще-то не риэлтор, зачем мне спрашивать? Потом понимаю, что аудитория сама мне показывает, в чем я эксперт, да, уже стала, в чем ко мне можно обратиться, в чем я могу быть полезна, в чем я сопротивляюсь, в чем я сопротивляюсь. Нужно расслабиться, сдаться. Да, да. Стала транслировать это все в блоге, появились запросы и от застройщиков, то есть разные девелоперские компании стали ко мне обращаться, посотрудничать, чтобы я рассказала про их компании и так далее. То есть они нашли тебя через Инстаграм и сами тебе предложили работу? Да, да, именно так. Меня конкретный девелопер пригласил к себе в компанию развивать именно бизнес здесь на Бали. То есть я нанимала сотрудников, того же СММ, маркетологов, компейщиков, то есть занималась тем, что у меня уже есть в опыте. И так мы выводили компанию уже на рынок, чтобы больше людей о ней узнало. Полгода я проработала в этой компании, потом решила, что я хочу все-таки в свободном плавании не работать на какого-то дядю. Тогда я стала просто как агент по недвижимости, по инвестиционной недвижимости здесь на Бали, работать как независимый специалист. Помогли ли тебе вот эти знания СММ и как они вообще развивалась, твоя карьера? Конечно, знания СММ, они в принципе все время мне пригождаются, они уже на какой-то подкорке, то есть я это делаю неосознанно, да, не специально, просто вся эта механика, она уже работает, и я понимаю, как можно рассказать про объект, про какое-то место, про локацию и так далее, прогреть, условно говоря, аудиторию. Чтобы они захотели купить виллу. Да. Плюс СММ это все-таки про тренды, это уметь увидеть, где что-то актуально, где есть отклик от аудитории, и в недвижимости то же самое. Также мы смотрим, где тренды, что больше людям интересно, где более для них выгодный вариант, и подбираем именно такой объект недвижимости. То есть те же принципы, как в СММ, я использую и в недвижимости. Также трендово. Сейчас Бали самый большой тренд в принципе в мире. Друзья, мне кажется, что история Лены невероятно мотивирующая, и я хочу узнать ваши истории, поэтому обязательно поделитесь инсайтами от просмотра, комментария, и расскажите свою точку А, с чего вы начинаете сейчас. Возможно, у вас тоже было мошенничество, скамеры, вы были в долгах, кошелках, обязательно поделитесь этим в комментариях. Что бы ты посоветовала тем, кто думает, сомневается, совет новичкам, какой бы ты дала? Ну, если брать по моему опыту, просто надо понимать, что есть человек, как, например, наставник, если он говорит что-то делать, надо просто идти и делать, идти в свой страх, не сопротивляться, не думать, что обо мне подумают другие, просто делать то, что ты должен, если у тебя есть цель, то есть изначально понимать, зачем ты это делаешь. У меня цель была очень четкая, очень понятная, когда нету ни работы, ни денег, надо делать работу и деньги. Соответственно, я просто выполняла задание, и вот где я сейчас. Ты сейчас на Бали. Поделись своими планами. Ты мне рассказывала, что хочешь свое агентство недвижимости сейчас основать. Ну, по факту, как я выстраивала структуру работы в СММ, когда у меня было много заказов, я уже не справлялась, как я составляла работу командой и всю организовывала рабочий процесс весь. Также можно выстроить систему с агентами, агентствами недвижимости, как я делала в СММ с менеджерами. И по этому принципу я поняла, как я хочу выстроить структуру и работать как независимое агентство по недвижимости свое. Супер, я уверена, что у тебя все получится. Буду у тебя покупать. Отлично. Лена, спасибо тебе большое за это интервью. Твоя история невероятно вдохновляющая. Уверена, что у тебя дальше будут еще большие результаты. И мы хотим, чтобы ваша жизнь также изменилась. А чтобы это произошло как можно старее, ставьте лайк этому видео и не забудьте подписаться на мой канал. Если вы хотите узнать больше про путь Лены в СММ, как она начинала, как вообще трансформировалась ее жизнь, то вы увидите это все своими глазами у нее в Инстаграм. А также узнаете много про недвижимость на Бали, ее покупку и строительство виллы. Обязательно переходите и находите Инстаграм Лены в описании к этому ролику. С вами была Ксения Сваровских. Я вас обнимаю и жду в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok